Вот, ну и, кстати, статья, которая очень мне лично понравилась, это Мария Карпова «Бортный промысел» или «Зачем Тропецкому уезду столько мёда?». Дело в том, что я открылся, ну, с несколько, что называется, нулым лицом, потому что, ну, это не моя тематика, что можно интересно рассказать, можно, можно, всё отлично. Вот, значит, уже название, оно прикольно, по крайней мере. «Зачем Тропецкому уезду столько мёда?» Ну, действительно, зачем? Да, тут как раз вот, да, вот это то, о чём я говорю, это как бы конфликт, то есть мы сразу обозначаем, из названия понятно, что мёда много, больше, чем людей, и сразу что, о чём, и сразу как-то вот это интересно становится. Да, 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 и вот дальше она начинает, и, ну, вот, конечно, ну, тут картинки хорошие, которые вот именно смотришь, они какие-то, они, во-первых, разные, а во-вторых, некоторые вот что-то показывают, это именно как это выглядело на практике. Вот это, кстати, очень важно. Иллюстрации, они составляют очень большой кусок у вас всегда, очень значимый кусок вашего материала, потому что, ну, вот тут вот видим, а как это вообще технически происходит, потому что, ну, а я, честно говоря, не задумывался, как вот это вот выглядит, вот тут мужик на этом помосте сидит, и там руками в кадушку подвешен, вот этот мёд извлекает. Вот карты, схемы. Это штука, которой мы образы должны не только в тексте давать, и в тексте тоже обязательно, всё-таки как пишущие люди, но и подкреплять это каким-то своим визуальным материалом, который мы должны найти для статьи. Да, 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 да. Вот. Опять же, очень, мы, поскольку всё-таки историки, да, то в любом случае карты, схемы, это всегда бывает очень полезно, очень ценно, потому что, ну, да, есть смысл там всё равно упоминать, что вот, как я уже сказал, там молодой тут, это северная ржева, но это не заменит, вот именно вот когда читать, можно сам посмотреть и заценить, где вот это. Вот тут вот этот, значит, Торопецкий уезд, этот карта, и вот где там эти перевары находились. Кстати, вот язык тоже своеобразный, вот эти вот именно перевары. Вот опять же, что тут хорошо, например, она это всё рассматривает с разных сторон, то есть обстреливает. То есть вот, например, тут вот упоминается, что за порчу борти устанавливался штраф в 3 гривны, и тут же упоминается, что корова стоила 2 гривны, опять же, вот тоже момент, это не всегда, люди не всегда понимают вот те цифры, которые вы им сообщаете. Это чаще всего они не могут оценить. Ну, то есть мы, да, мы всегда понимаем, что, например, умер миллион человек, это много, но это совершенно всегда, это бывает не лишним пояснить какие-то вещи. Вот сейчас я прям пример свежей и собственной, что называется, читательской практики переведу. Я вот тут книжку, которую я недавно прочитал Берроу, «Враги общества», про американских налетчиков эпохи сухого закона, и там периодически, вот называется цифра, сколько они вынесли из банка. И как бы сначала думаешь, ну цифра и цифра, а потом я лезу в интернет, опять же, мучаю Google посмотреть, а какие вообще зарплаты были у людей, сколько это, так сказать, в среднегодовых зарплатах. И оказывается, что эти, значит, бандосы, они периодически там выносили из банков там по зарплате нормального человека лет за 10 на брата. Причем они это все еще спускали, что называется, за два месяца прогуливали. И вот это, понимаешь, и вот это вот уже, когда ты знаешь, что это я вытащил, значит, зарплату среднего рабочего за пять лет и спустил ее за два месяца, это вот уже о человеке говорит очень многое на самом деле. То есть цифры, это не просто цифры, это то, что вот оно нам что-то сообщает. Так вот, тут-то это как раз хорошо, правильно сделано. Штраф 3 гривны, корола стоила 2 гривны. То есть штрафовали, допустим, здорово. Вот. И вот дальше тут уже, вот после присоединения к московскому государству терапец постепенно теряет свою уникальность, перевария исчезает. Ну то есть вот история, что называется, совершена. Короче, вот мне вот это вот, вот статья больше всех на самом деле понравилась, вот из представленных, при том, что они мне вообще-то все, ну они все хорошие на самом деле, то есть они не какие-то фиговые, но вот там везде, почти везде видно. А можете подвести резюме, чем вот бортный промысел вот перечислить, чем статья хороша? Название интересное. Хорошо, значит, раз название. Второе. Тема интересная, необычная, абсолютно нетривиальная. Причем, несмотря на то, что она такая вот как бы формально бесконфликтная, но там очень, там достаточно детально, и с разных сторон описывается вот это вот необычное явление. И существует вот какой-то конфликт, то есть кто-то, значит, там ворует мед, портит портит, кто-то, значит, конкуренты не тремлют. Вот в конце концов там происходит, это все угасает потому-то, потому-то, потому-то. То есть есть и какое-то, значит, и история, и какое-то вот человечество. Развитие, да, там. И, собственно, как бы смерть главного героя в виде портничества вообще, да? Да, 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 да. При том, что вот тема, на самом деле, она формально, ну, формально довольно сложная задача, потому что это какая-то вот, ну, такая бесконфликтная хази... Это еще про экономику, это же черт ногу словит. Да, 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 да. Вот, поэтому вот автор молодец, очень ей спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok